Национальный парк Вахдад имеет в своем распоряжении две современные холодильные камеры, вместимость которых составляет более 1500 тонн сельскохозяйственной продукции. Здесь глава государства, уважаемый Эмумали Рахмон, ознакомился с использованием холодильных камер. Следует отметить, что работники Национального парка Вахдад завершили определенные работы с целью обеспечения выполнения указаний и поручений президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмумали Рахмона, по улучшению производственной инфраструктуры сельскохозяйственной отрасли, в том числе по строительству современных холодильных камер. Национальный парк Вахдад был основан в 2008 году и имеет 527 гектаров садов и виноградников, на которых выращиваются экспортные фруктовые деревья. Напомним, что холодильники камеры Национального парка Вахдад были сданы в эксплуатацию в 2018 году и в 2022 году лидером нации, президентом Республики Таджикистан, уважаемым Эмумали Рахмоном. Это дает возможность работникам хранить произведенную продукцию в холодильной камере, обеспечивая внутренний рынок в осенне-зимний период. По статистическим данным в городах и районах Ашт, Бободжан-Гафуров, Исфара, Бустон, Пинжикент, Исаровшан, Гулистон, Зафарабад, Спитамен, Масчох, Джабор-Расулов с Агдийской области функционирует 44 холодильные камеры. Их вместимость составляет от 40 до 3 тысяч тонн. Исполнительным органам государственной власти Агдийской области в осенне-зимний период приняты определенные меры для использования мощностей холодильных камер, большего резервирования продукции и обеспечения населения областей свежей продукцией. Сельхозпроизводители с Агдийской области при постоянной поддержке правительства Республики Таджикистан добились значительных успехов в направлении осуществления устойчивого развития сельскохозяйственной отрасли и в целях увеличения объема производства конкурентоспособной продукции, обогащения потребительских рынков, обеспечения населения отечественной продукцией, повышения продуктивности и урожайности земель, а также налаживания эффективного и рационального использования земельных и водных ресурсов.